Теперь спроси, 60 размер это подойдет, скажи, спроси, пусть он спросит у своего капитана. Иван, а смотри, скажи, пожалуйста, вот это, что ты говоришь, 5XL, максимально они идут 60 размер. Спроси, 60 подойдет или нет? Просто есть все размеры, вот именно за 60 размер спроси, потому что 5X нету, максимально 60. Ну, говорят, что оно идет как на 5X. Вот парень, Иван, он тоже. Это зритель, да, он сейчас на передовой. Я могу показать в Инстаграме, если нет. Поним? Да ну зачем показывать, не надо больше. Ну да, может не надо, лучше не показывать, да. Кто написал, что надо им, такие вот. Там выслали деньги кое-кто, да. Такая вот куточка, вот. Я потом покажу. И флизки вот такие вот, ну потом СМЛ покажет, вот флизки и размеры, да. Размеры, горелка надо там для еды, короче, канагонка. А, видишь, 64 надо. Надо 64. А у того парня он что говорил? А иди спроси у того парня. Он шел в таблицу размеров, 50 это М-ка. 50 это М-ка. А та она немножко не такая, это посветлее. Один вот этот шамар, покажи. А вот видишь. Так, а разница светлее, темнее. Ну, как бы немножко цвет другого. Ничего страшного. Ну, тоже классно. Это 48-й, это нам не надо. Там М-ки три штуки, правильно? Да. Такие по 1100. А там были 1800. А там мы смотрели такие же самые 1800. Угу, в магазине. Оказал, что тут. Ешь, алина рынок, да. Потому что их до хрена надо. А у него немножко другие. У кого? У того мужика? Да, они не такие. А 5XL, это 64-й, правильно? Да, но его нет. Ну, надо искать какую-то другую. Ну, вот из 500-ки был 62-й. За 1800-й был 62-й. Ну, вот надо спросить найти. Бывают. Не такую, значит, какую-то другую. У них здоровый там командирчик, кто. Мы взяли 10 таких кофт. 10. По размерам. Курточку нашли, да? Такую М-ка, да? Да. А М-ка это какой размер? Ну, где написано. А, М-ка. Все, тут написано М-ка. Хорошо. Все. Застегиваю ее. Все, будем все. Так, давайте считать только по возможности максимально, что можете, скиньте. Потому что, да, ребят. Так, это 50. Так, все, считаем, да? Если вам дадите, чтобы мы сразу им там ИВС-фалат покатим. Так, сейчас, что здесь, как туда? На машине же? Не, мы на машине, да. Нам просто потом запакуем. Чтобы мы просто запечатали ИВС-фалат. Да на новой почте вышли запечатаем. Да, давайте считать. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Правильно, десять штук. Десять. Одиннадцатая куртка. Так. Еще какие перезвонили бы мы тут покупаем, ездим хлопцем флиски? Так. Перезвонили, давай, давай. Так, по флискам сколько вы? Флиске по тысяч гривен. Ага. Или 150 закупка их. Я понял. А куртка? Куртка 2000. Там тоже где-то 150. Ладно, тогда сколько это будет? Значит, тысяча это десять тысяч. Десять и тысяча и две, двенадцать тысяч. Правильно? Терминал есть? Могу на карту скинуть. Есть. Приватбанк есть. Приватбанк есть. Приватбанк терминал, да. Подарок дал мужчина. Носки 12 пар. Мы тоже туда отошлем. Азербайджан, мужчина молодец. А вот тут на черпе. Ну, как ты, что скинул 12 тысяч? Носки в подарок 12 пар, да. Да, мало ли, потому что люди не хотят покупать на первый раз. Носки что-то надо будет обозначать. Да, заранее можно... Так, если что, будем, да, к вам обращаться. Еще дешевле могут быть. Я понял. Потому что так в магазинах не скидки не делай ничего. Такая фамилия не дает. О, так все. Все, до свидания. Спасибо. Хорошего дня вам. Так. Спасибо. Надо 5XL. Надо 5XL. 64 размер. Надо, да. Потому что командир там. Видно, мужчина. Мужчина крупный. Ну, все равно. Вы посмотрите номер телефона. Вот, спецодежда. Вот, вот. Молодец. Уступил там по 100 гривен в сутболке. 1000 гривен. А там такая флистка была по 1800. А там по 1800. Я считаю, что там еще одна флистка. Ну, так, да. Просто говорю, что там 1800. Ну, давай поспрашиваем. О, так вот такая маленькая прям надо им. И полой. А что-то нам еще уступить, и мы просто ребятам возьмем баллончик еще. Да. И, ну, и вот эти. Можно 550, баллоны по 100, можно по 90. Так, баллоны, наверное, штук 5 возьмем, да? Давай, да, возьмем. А их по новой почте отправляют баллоны эти? Я думаю, да. Давайте нам туда 5 баллонов. Там уже 2 горелки. Давайте, может, 2. 2 горелки давайте. Вдруг, знаешь, поломается, разломается. Включается, понял? Ну, я понял, да. И так вот ест, он не может себе варить. Вот как комфорка, раз, потому что не у всех комфорки есть. Потому что, знаешь, быстро раз-два зажарка. Алло. Это, то есть, это ссунул баллон, и он так, и вместе готовишь и баллон так присоединен? Ну, приготовили, потом баллон снимаешь. А, приготовили, снимаешь. А потом опять вставляется? Ну, конечно. А, все понятно. Я думал, что он на один раз столько. А вот такая, сколько стоит большая? Такая 3 900. Ну, им это в поле не надо. Да, не надо, да. Это, я думаю, тебе на игре, когда светло не будет. Чем на игре не будет, не и весело. А на сколько ее хватает? Расход там 150 грамм в час. А вот смотри, плитки электро, хоть и маме куплял. Давай, сколько тут на рынке? Еще больше, чем в магазине. На рынке всегда больше, чем в магазине. Ой, мама, я от печенок, знаешь. Да, не жарко. Так, добавить их и 5 баллонов. Да, на карточку можно каким-нибудь, да, будет? Всем привет, ребята. Это отчитываясь, потому что прислали после того парня, который последний присылал из Италии 500 евро. Вот, те деньги мы потратили. Там у Юлии осталось 2 с чем-то тысячи. Она купила лекарства. Вот у нее 2 с чем-то тысячи осталось. То есть, это еще есть. Эти деньги есть. Тем и держим в уме, кто считает. Так, значит, пришло от Карины. Карина выслала 14 долларов. Я не знаю, Карина Лукина. 14 долларов 44 цента. Потом, значит, Марго, которая высылала посылки с Израиля. У нее с Израиля отправить не получилось. Ее дочь отправила знакомой в Лондон. А та с Лондона мне. Вышло 276 долларов 38 центов. Это я заправляюсь. Потом Лена, которая высылала 100 евро. Она высылала 200 долларов 0,7 центов. И вот эти деньги я перевел в гривны. Получилось 10 641 гривна 46 копеек. Надо, блядь, посчитать. Ой, господи, помилуй. Калькулятор найду. Калькулятор. Калькулятор. Десять тысяч. Тебе наличка будет парню дать? Глянь. Я не могу вообще сказать. Два гривня стоять. О, двадцатка есть. Так. Значит, 10 тысяч 641. 641. 46 копеек. Такой дотошный, блядь. Плюс. И второй раз я перевел деньги. Значит, 7 тысяч 313 гривен. 72 копейки. 7 тысяч 313 гривен. 72 копейки. Равно. Значит, это получается 17 955. Ну, считаем 18 тысяч. Считаем 18 тысяч. Это выслали. Если что у Юли там, то Юля потом скажет мне, куда она и дело. Так, заплатил я первый раз сегодня 12 тысяч. Это вот, кстати, мужчина, азербайджанец. Аглы, говорит, в конце Аглы, это значит сын. Он с Азербайджана. Мы у него купили 10 флисок и одну курточку парню. Там это, в общем, зритель написал Коле. Он из бригады. Хороший парень, это зритель. Это не... То есть, тут я уверен. Потом, значит, купили вот эти вот газовые горелки и баллонов. Две горелки и пять баллонов. Вот 1550 минус. Значит, потом я купил, вернулся еще одну флиску. Мы померили мужчину здорового, поймали. Ему 60 размер. А он говорит, я ношу 62. И он говорит, 60 одел вот на меня, говорит, как раз. И вот мы взяли здоровую флиску на этого капитана. Выслали нам фотку этого капитана. Это никакой там не 5XL. Но там уже... А он говорит, а он сам не знает. Ну, как мужики, что они знают свои размеры. Только одно место. Мы ему еще купили флиску. И потом ему же, командиру, купили еще одну флиску. Не флиску, а куртку. Вот. Итого. Получилось 10 флисков сначала и куртку. Флиске по 1000. А куртка 2. То есть 10 тысяч и 2, 12. Вот я отправил. Второй раз баллончик. Третий раз флиска. И четвертый раз курточка еще одна. Вот. Получается 2003 и 12, 15. Вот, дай мне мой телефон там на. 15. И вот это поставлю не буду. Збив нахер. Я считал. Галазь, если запуталась. Ой. 12 тысяч плюс 2 тысячи. Это 14 плюс 1000. Это 15. И плюс 1550. Это 16. А там у меня было... Ой, 16 550. Правильно? Блядь, сбився. 12 и 2. 14 и 1000. Блядь, сирена. Тают прямо. Чего на заправке. Если мне бахнет бензин. Увага. Поветряная тревога. Дональд Туск, как на меня похожий. Я когда ходил, бил? Мне сказали, пан Туск, пан Туск. Ну а что, не похожий? Гляньте. Увага. Поветряная тревога. Пройдите наиближче укрытие. Ага, сейчас будем укрываться. Значит, 12 тысячи плюс 1550. Это сколько? 13 550 плюс 1000. 14 550 плюс 26550. Правильно? 16 550. А было 18. Значит, 1450 осталось. Да, и что-то у Юлии еще. Там две с чем-то. 1450. Все, запомню. Я потом покажу, что мы купили. Ну, флизки такие, короче, кофты. Флизовые, теплые. Потом курточки такие, тоже как с флизкой внутри. И носки дал бесплатно этот мужчина, азербайджанец. И капитану, говорит, наверное, у него и нога большая. И дал еще большой размер носков ему. Две пары. Спасибо тем людям, что выслали деньги. В общем, это Марго. Я сказал Марго. Потом Лена, которая высылала. А до этого 100 долларов, что в 97 долларов. 100 долларов, что превратились в 97 долларов. Это я рассказывал. Так, ну все. 14 Карина Алукина выслала. Потом вот это, что из Израиля привела в Лондон. Из Лондона, мне 276. Алина, имя ее. Вообще, это Марго. Ждала, что посылки из Израиля слала. Потом вот это Лена, что 200 долларов, что присылала. Так что, спасибо вам большое. Это ваши деньги. Парень очень порядочный. Тоже такой. Сразу размеры все он указал. Спросил. Я сетку нашел по размерам. Потому что магазина, они... МКЦ 48-6-50. Как? Или 48, или 50. То есть, есть же разница какая-то. Ну, мы поймали такого мужика. Он здоровый, видно, служит такой военный. С автоматом. Мужчина, если можно. Говорю, отденьте на себя. А мы фотографии, он говорит, а он такой разбирается. Он говорит, не, 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 у него 64-й вышел. Куда? Я, говорит, ношу 62-й, он меньше, чем я. Он говорит, я одену. Ну, она делала, а его фриска 60-й подходит. Говорит, шикарно. Поэтому... Нахера утихобоса. Вот, как и бери. Справы все. Справы. Очень аппетитно. Сирена. Я чую. Хорошо, что правы. Там парень попросил твой номер телефона, потому что вся бригада в шоке. Они не верят, они хотят, чтобы тебе написать. А не надо ничего. Ну, не знаю, я даю твой номер телефона. Они хотят тебе написать, я сказал, что сюда номер, хочу пишите. Диви. Штеха, миха. Полный бак 451. 65 литров на 451. Ожирай, блядь. А это мой знакомый. Заправлял. Думаю, где я его знаю. Я в Инстаграме на Sky когда-то работал. Понял? Я же всех в Sky знаю. А ты ему все нашу горилку продавал, когда ваш зритель. Мы все ролики. Мы выйдем. Ну, поехали на новую почту, отправимся. Не, ну ты ж снять, что хотел. Я покажу, что там снимают. Миковцы, Флисов. На какую? Покажу. На 65. Да, там получше отделение. Так, хочу показать, что мы купили. Вот это две куртки. Одна на командира 3XL. Одна вот маленькая парню там на ДМ. Это вот горелки. Это горелки, баллончики. И вот эти вот кофты флисовые. Покажи, ну, пару штук покажи просто. Вот такие. Тут они водонепроницаемые. Сверху они такие тепленькие. Вот такие. Это я как? Это что, на командире? Да не. На командира 60. Вот это да, вот она здоровая. Мы на здорового мужика померили. И он считается. А он выше, Коля, еще? Нет, не выше. Он выше тебя. Вот тот мужик в магазине. Что он не мужик? Я говорю за командировку. Ну, на Колю она здорова. Это на меня. Смотри. Так ты представляешь, на командира. Прекрасно ему будет. Как раз и живет влезет сюда. Там у него нема там живота. Там нормальный командир. Просто, что он крупный. Чтобы не было великое. Ну, посмотрим. Что ж тогда? Может, они сами размеры не знают. Сейчас размеры заказали, не пойму, что. СМС, в любом случае человек может... Если будут великие размеры, высылайте назад. Будем менять. Так сказал мужик. Лучше иметь что-то большое военное, чем не иметь ничего. Да. Это носочки бесплатно. Бесплатно дал этот дам. И еще там... И еще пару штук он дал на командира. Покажи, житомирские носки. Две пары там. Чем-то Украина делает. Житомирская нитка. Он еще пара. Вот это классное. Я мерил, кстати. Вот это мне тоже очень нравится. Это пиксельное. Тоже классно. Это 54-то. Это как раз... Вот одна такая, как не похожа на другие. Потому что... 54-то. И ешь, Мирев, да? Там видно на тебе. Да, и е, Мирев. Если живот втянешь, то тики тогда. Вот. Ну, ты как вечно натянешься, как пупс. 54-то. Не вел долго пупс. Сам ты на вел долго пупс. Ну, короче, целая сумка вот этих вот... Вот этих вот флисов. Вот они, все эти. Упаковки, 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 размеры, М-ки, С-ки. В общем, то, что я говорил, то мы взяли все эти. Там есть заливка, у вас цвета есть пиксель. Ну, вот. И что мы там? Ну, короче... Короче, вот они. Все эти кофты. Вот такая вот. Это светленькая такая, да? Вот так. Вот, короче, они тут. Вот, покажи. Целый-целый мешок. Там нашла другая, видишь? Свет другой. Ну, ничего, какая разница. Но они хорошие, что не сверху, видишь? Да. Что бы непроницаемые. А флисовые. Вот это вот. Флисовые. Это зритель мой, он уже написал благодарность. Ну, и спасибо. Делает Украина. Ведь если надо, мы от командования пришлем вам документы. Да ничего не надо, ради Бога. Уточнять, что делает Украина, пожалуйста. Да, делает Украина это. Вот. Набрало. Спасибо, Валите, людям. Да. Еще осталось 1450 и у Юлия 2300. Потому что вот не просто шок, пишут, что забирают. Вот, дивитесь, пожалуйста, тебе и уделай ребят, и ребята будут мать. Сейчас идет зима, осень. Ну, шикарно. Как раз им хорошо. А сверху ж курточка идет. Вот это, потом сверху курточка идет. А сюда, что они же надевают термобелье и футболку. Угу. Ну, так вот. Ну, не хочу. Так что, пошли, давай отправим их. Ты иди к маме. Это я его выиграл. Безпроигрышный. Потом поедем отправим. Не, 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 иди, выкидывай. Давай, давай. И отвали. Привет, что ты? Привет. Да, вышла гулять, еще не было 12. Надо идти обидать уже. Ага, как сахар. Тоже в 11. Сегодня не буду. Я сегодня, знаешь, что изготовила? Вот этот суп, он ретит у меня, что все там. И с гречкой. А сегодня утром устала, вчера наварила яйца и филе отварила. Сегодня сделала окрошку. В магазине купила сыроватку. Там картошка не мая. Мясо, колбаса, мая, мясо, филе, это, нежирное. Огурчик свежий. Могла бы без яиц. А? Могла бы без яиц. Там и без яиц. Зерени побольше. Яйца не клади, колбаса, мясо не клади. Ну, мясо есть что-то. За окрошку. Не поклала яйца. Небольшую кастрюлю сделала сыроватку. Вот так. Побачила, что в обед есть. Еще котлетки. Чего день ешь? Чего день? Чего день? Чего день? Так, как у меня, сын. Я только что-нибудь заказываю. Кажу, вот это и ты купишь. Тебе нельзя. Ну, правильно. Ну, ты знаешь, что тебе нельзя. А вона знает, что нельзя и есть. И я еху. А в ней диабет сахарный. Ну, в ней нет. А, бачите, вас слава богу, не мало. Она пила по гвозди. В ней желудок хороший. Она по гвозди пила. Да нельзя. Она ест и сахар высокий. Высокий сахар бьет по сосудам. А я мне пока, слава богу, не знаю. Тетнина молодец. 88 лет. Ну, вот. И соображает. И соображает, потому что... И сахара нема. И сахара нема. Слава богу. Тут добрый час сказать. Да, уже и не будет. Это такая болячка, что она как бы была, она была раньше. Да. Это уже не будет. А что вы вчера забегли ночью? Я не поняла. Вроде что шородит что-то в коридоре. Не пойму, кто. Вроде бы ты. Ты заходил. Я еду. А как Юля аж ночью? Да, Юля аж ночью заходила. Я не поняла. Каже, добрый вечер. Не знаю, что тебе делать, что тебе есть. Я уже не знаю, честно говоря. Так вот, и так. Держусь, держусь и не держусь. Чертю пояпому. Купила трошки. 11, 11. Ну, что я тебе сделаю? А тогда надо пойти, пить вечер, куплю еще у той рыбы. Потому что она очень быстро дорожает. Дорожает. И калканчики. Вот и калканчики тоже. Нахер вам не надо. А запекать нельзя? С овощами. Калканчики. Не жарить. Ну, они не глосики, чи як вона. Камбалка маленькая. Ну, они тоже не сильно, они жирнючие. Эта рыба жирна очень. Не жирна вона. Так. Калкани разве не жирны? Не, как бы калкани, да. А это такие круглые, знаете, плоские, круглые такие. Воно не калкани называется. Камбала. Камбала. Маленькая. Вона жирна, да? Я ее вообще не люблю. Я как гляну, что вот такая я ее. Я не могу ее переживать. А я люблю. Я без рыбы не могу. А я рыбу люблю. Ну, мне уже он не хочет. Мне же хек не нравится. Мойва уже не нравится. Ну, и хек мені привезла. Не, мойва еще ничего. С икрой була. Да мама ест цистернами. В ней там, как покупаю, там пакетами и мойва, и хек, и что там только нема. Да не много. Ты мне последний раз на 2 тысячи. Она как трехглавый дракон ест. Ест багато, ести хочешь, а не наедается. Это ужас. Ты мне тоже там западной набрал на 2 тысячи. Я же оставила и селедку, не селедку. Четыре штуки, каже хека. Маме по четыре пакета разной рыбы. Каждого наименования. Ты мне так не говоришь. На три дня. На три дня той хек ек. Хек надоел. Потом еще какая-то ментай надоела. А что вам есть? Вот эта салата. Мясо надоела, те надоела, хек надоела. Ну, ты жирную еру. Ты понимаешь, что? Ладно, все, я не хочу цепанат. Нет, я не хочу цепанат. Все, я пошел, потому что у меня дела. Да, дела. Что у меня? Не могу. Люди, как люди сидят адекватно. 88 лет женщина сидит при памятни, все нормально. Это соседка моя. Цек не меняема. Меня нервная система уже не выдержит. 11. Вчера читал, читал морали, читал. Она пришла, знаете, что? Сварила суп с речкой на вечер. Ну, сказано. Не надо тебе углеводов. Не надо тебе каши. Садочина, блядь. Кому что? Кому сэлфи. Жертвы инстаграма. Меня он забанил в инстаграме. Слава Богу. Мы отродим твейнстаграм. Ты нахер не сразу. Сиди, 11 сахар. Я уже понял, что она на дворе сидит. Сколько? 11? Ага. Каждый день. 11 сахар, 11. Нет, там с соседкой. Соседке 88 лет при памятни следить нормальный человек, адекватный. Потому что она есть запрещено. Она выходит на улицу, купляет себе, что хочет, а тебя кто там контролирует. Кто не понимает. Люди поймали, что она ела. Чипсы купляла. Ира мне сегодня звонок говорит. Ага, понятно. Это на чипсы есть. А что пиво? Да.